Так, все, мы идем в трансляцию. Хорошо, включи запись. Все, мы в трансляции и мы в этом самом записи. Всех приветствуем, мы продолжаем изучать книгу Рава Шерки «Святость и природа». И у нас новая тема, которая называется «Злое начало». Это у нас первый раздел, который называется «Человек и вера», и в нем глава, которая называется «Злое начало». Итак, для начала разберемся с определением, что такое «Злое начало». Интуитивно это понятие воспринимается как побуждение делать зло, как совокупность низменных склонностей в человеке, разные нехорошие побуждения, что-то разрушать, тяга к насилию, к гневу, к различным страстям. Так определяется интуитивно. Пойдем подробнее и для начала разберемся, где источник этого начала, внутри человека или вне человека. И на этот вопрос есть четыре позиции. Я их тут схематично обозначил, чтобы было понятно. Итак, первой позиции ее выразил Жан-Жак Руссо, французский философ 18 века. И он считал, что человек по природе своей добр, а плохим его делает именно общество, которому он принадлежит. И он даже ввел новый термин – благородный дикарь. Он считал, что американские индейцы, представители африканских племен, они более хорошие люди, чем жители современных ему европейских городов, поскольку цивилизация не оказала на этих дикарей своего влияния. И поэтому у них нет таких свойств, как алчность, зависть, честолюбие, интриганство, желание разрушать и многие другие плохие качества. И Руссо написал книгу о воспитании, основываясь на своей концепции, что человек хорош и как его огородить, видимо, от негативного влияния цивилизации. Но при этом сам у него было пять детей, и все их одного за другим он отдавал в приют. То есть воспитывать он их не стал. Но, тем не менее, его книга о воспитании повлияла в свое время. И теоретически довольно красивая концепция, что человек хорош изначально. Но, как показывает его опыт, видимо, на мой взгляд, довольно сомнительная. Ну, Раф Шерке приводит Жан-Жака Руссо. Видимо, он был важен. Может быть, во Франции. Но мне кажется, что сама вот эта концепция, она появляется в разных культурах, цивилизованных именно, где жители городов, в основном интеллигенция, в какой-то момент начинают думать, что их испортили эти города, эта цивилизация. Тянутся к природе, в леса, в джунгли, к народу. Начинают ощущать, что они что-то важное потеряли. Став цивилизованными людьми, прогресс на них плохо повлиял. То есть это некая тяга назад. Назад и, фактически, к животному состоянию человека. Знаешь, вообще, мне кажется, что вообще Руссо такой пример того, как красиво оформленные фантазии захватывают. Он же все-таки был необычайно популярен до сих пор. Как красиво оформленные фантазии, абсолютно не имеющие отношения к реальности. То есть в реальности дикари чудовищно жестокие. И просто невозможно даже вообразить, насколько они способны быть жестокими по отношению прямо к людям своего и тем более соседнего племени. А их идеализация – это просто абсолютно непонимание, незнание. Но красиво выглядит. И поэтому Руссо такой, я бы сказал, классический пример такого левого подхода, которому фантазии оформленные красиво, значит, гораздо более важны, чем реальность. И вот это, мне кажется, совершенно ужасным. Здорово. Теперь мы можем это еще сопоставить с правым и левым. Есть еще какие-то комментарии по поводу первой позиции? Ну, тогда идем дальше. Да. Ну, может быть, для того, чтобы понять Руссо все-таки, может быть, надо было его конкретно почитать и все. Мне кажется, каждый раз, когда так приводят, бросают какие-то такие вещи, в основном для того, чтобы подтвердить какую-то свою концепцию. Например, того, что вот Пенка сказал, вот как бы это, пожалуйста, вот так лево. По идее, я, честно говоря, я Руссо не читал, но вообще, мне кажется, правильно, когда приводят какие-то цитаты, или Александрович упоминают кого-то, реально цитируешься, было понятно. А что Руссо имел в виду? Может быть, как бы, поскольку то, что здесь человек хорошему обществу портит его, человек сам живет в этом обществе, сам не дикарь как-то, выглядит настолько, как бы, примитивно, что непонятно, каким образом это могло завладеть умами, что все такие идиоты. Но это я так, на полях просто сказал. Хорошо было бы действительно почитать Руссо. Ну, какая-то цитата из Руссо, действительно. А что Руссо думал? Может быть, он имел в виду, что, может быть, примитивный человек, у него нет геноцида, он уничтожает других людей, потому что его цивилизация, вот так, геноцид, не ненависть. Он борется с ними, почему? Потому что у него есть какие-то логичные объяснения, почему они ему мешают, захватывают земли, то есть опять объясняют. Геноцида у него нет, может быть, я предполагаю, не знаю. Есть люди, которые читали Руссо здесь? Нет, но если мы что-то обсуждаем, то мы все это не читали в некотором смысле, уж извини. Вот. Но вообще вот это вот то, что Руссо пишет о воспитании, а сам не может воспитать собственных детей, это, мне кажется, очень такой показательный пример. Я тебя умоляю, послушай, про Эрцеля говорили то же самое, или говорят те, кто хотят антисианистов. Ты знаешь, какая история Герцель, который про воздействие государства как бы образовывал вообще, то есть воспитывал всех евреев, а у него трагедия с собственными детьми. Так что зачастую, вообще говоря, это не играет. То есть это опять, на мой взгляд, это не аргумент. Ну, может быть, как-то, но… Ну, когда он пишет книги про воспитание, то это немножко смешно. Ну, Эрцель у самого у него дети вообще говорят… Ну, Дерцель что, он же не воспитанием занимался Дерцель, а Руссо не госпитанием. Он занимался еврейской самодентификацией, правильно? Ну, хорошо, ну, послушай. Ну, хорошо, ладно, окей. Просто резюме такое. Мне жалко, что нет цитаты прямой из Руссо. Окей. Если у нас есть специалисты по Руссо, пожалуйста, добавьте. Если нет, то примем на веру, как говорит Рапшетт. Окей. Хорошо. Ну, хорошо. Вторая позиция противоположна. Да, если Руссо считал, что человек в основе хорош, общество портит его, есть другая позиция, что человек в основе плох. Да, и общество его не то, что исправляет, но его злое начало направляет в какие-то приемлемые рамки. Тут приводит Фрейда, но на самом деле еще эта идея более древняя, да. В частности, в книге Йова сказано, что подобным дикому ослу рождается человек, да. Как раз вот этот самый дикий осел. И еще из другой культуры, из древней римской, да, комедиограф Плафт, автор знаменитого высказывания «Человек человеку Бог», да, которое тоже все слышали, но это первый век до новой эры, так что сама вот эта позиция, что человек в основе плох, да, она была человечеству известно давно. И согласно этому мнению, если есть надежда какая-то человека изменить и улучшить, то она заключается именно в общественных ценностях, да. И развил эту идею Зигмунд Фрейд, который подробно описал процессы необходимых изменений, да. И он считал, что человек рождается с необузданной и неосознанной тягой к насилию. И, ну, гилой орает, да, на иврите оно мягче звучит, это буквально раскрытие ноготы, да, при ребенком и, ну, вожделение. Действительно, да, мы видим, что дети могут ради любопытства там открывать, отрывать крылья бабочкам, там, как-то мучить животных, да, потому что у них нет этому никаких границ, да. То есть они делают по нашим понятиям какие-то нехорошие, злые вещи, да, но при этом у них нету, ничто им не говорит, что это неправильно, да. И общество как раз вот эти наклонности, с которыми рождается человек необузданный, оно их ограничивает, да, через наказание, страх, через установление норм поведения и придает им только цивилизованную форму, да, чтобы они друг другу, люди этим не мешали, да. Да, конечно же, ни о каком исправлении, как я понимаю, тут речи нет, да. Иными словами, вот эти моральные ценности находятся, согласно Фрейду, не в душе человека, а создаются именно общественным давлением, да. И это как раз противоположно взгляду Руссо, да, что человек в основе такой необузданный, а общество его все-таки в какие-то рамки ставит. Вот такова вторая позиция. Третья позиция современных психологов, Раф Шеркин не привел имен, позиция такая, что человек ни хорош, ни плох. Человек это чистая доска, и на ней можно написать все, что угодно, что на ней напишем, то и будет. Как его воспитают, таким он и будет. И опять же, там это можно стереть, исправить, пойти к психологу. Он там проникнет в подсознание, загипнотизирует, поменяет прошивку, да, как говорится. Честно говоря, мне не кажется, что современные психологи так считают. Современные психологи могут быть самые разные. Да. Окей. Присаживаю, как считают, я не знаю. Окей, пошли дальше. Хорошо. Часть так считает, да. И четвертый, собственно, самый интересный нам взгляд, взгляд еврейских мудрецов, которые считают, что человек и хорош, и плох одновременно. И откуда это следует? Следует это, конечно же, из самого начала Торы, когда книга Берешит описывает создание человека и животных. Там определенный этап создания, да, звучит как ваецер, как мы знаем, да, первый этап прия, сотворение из ничего, второй этап формирование, вот это то, что называется ецера. И на этом этапе есть различия в описании создания животных и создания человека. Вот это одно и то же слово, которое звучит одинаково, написано по-разному. А животных написано ваецер с одной буквой ют, а создание человека ваецер написано с двумя буквами ют. И Талмуд делает из этого вывод, что здесь находится намек, что вот эти две буквы ют, они намекают на два ецера, да, два начала внутри человека, которые лежат в основе человека. Одно начало доброе, другое начало злое. И вот здесь как раз, собственно, само понятие ецер, да, которое мы переводим как начало, да, оно, насколько я понимаю, идет как раз вот из этого слова, да, буквально это создание, да, то есть это некая базовая тенденция, да, которая заложена в человека. Их вот было два, да, причем, что интересно, это еще было до того, как Всевышний дал какие-то, какое-то руководство человеку, сказал ему, от этого дерева ешь, от этого не ешь, то есть это делай, это не делай, да, отсюда можно было бы подумать, да, что здесь добро и зло установлены, да, но на самом деле как бы все намного глубже, да, это было определено уже в сознании, согласно еврейским мудрецам. И, то есть, ни одно изначально не приходит извне, да, они оба изначально заложены Творцом. И отсюда следуют интересные выводы, да, что человек не может как бы отряхнуться, отмежеваться от темных сил, которые он в себе находит, и сказать, что они являются для него чужеродными. Ну, с другой стороны, он также и не может сказать, что добрые стремления, которые мы также находим в человеке, что они являются результатом воспитания. Нет, согласно мудрецам, они точно также изначально вложены в человека Творцом, да, так же, как и нехорошие стремления, да. И вот это осознание, что оба начала, они присущи человеку, что они лежат в основе, это успокаивает. Когда моральный человек всматривается внутрь себя и видит там вот эти темные силы, то он может впасть в отчаяние. И мудрецы говорят ему, успокойся, Бог создал тебя именно таким, с вот этими противоположными влечениями, которые бушуют внутри тебя, и таким ты должен быть. Ты не должен вести себя в соответствии со злыми стремлениями, но должен понимать, что они являются частью твоей природы. И в этом мы видим огромную разницу между еврейскими мудрецами и христианским мировоззрением. Христианство видит в низменных склонностях человека проклятие, следствие первородного греха. И, соответственно, такой человек не может быть желанным Богом, согласно христианству. Мудрецы же нашли утверждают, что Бог изначально сотворил человека таким, и поэтому человек такой, какой он есть, и с добрыми и злыми стремлениями является желанным для Бога. И такое понимание также устраняет чувство вины, сопровождающее низменные склонности. Если таким сотворен человек, то он не должен чувствовать вину. Вину имеется в виду за свои плохие желания, которые христианин ощущает как следствием некого проклятия, себя нечистым и так далее. Согласно еврейским мудрецам, если вот эти два буквы Юда, это два начала, то вот эти желания нехорошие зачем-то вложил Творец в человека. И такова воля Творца, и поэтому человек не должен чувствовать вину именно за желание. Поступок – это другое, это мы еще обсудим. Вот что касается первой части сегодняшнего урока об источнике злого начала. Знаешь, здесь есть, мне кажется, очень важный вопрос. Одно – это то, что склонности внутри человека, но даже если было бы с одним Юдом, один Йетцер, это все равно было бы склонности внутри человека. То есть это не совсем объясняет, чем же, собственно, человек отличается, что у него есть два Йетцера. И вот это, мне кажется, вот в этом сравнении, ну-ка, это один аспект, что злое начало тоже является частью. Но у животного, у которого один Йетцер, как здесь только что сказано, оно тоже может быть настроено к чему-то, как бы, так сказать, положительно и отрицательно. Кому-то обращаться по-доброму, кому-то по-злому. И в чем же разница между человеком и животным в том, что у человека два Йетцера, а у животных одно? Ведь это одно, оно тоже включает, как бы, и положительные, и отрицательные действия или взгляды. Или, ну, не взгляды, наверное, а поведение. Ну, а на основании чего мы какие-то побуждения или действия животных можем назвать отрицательными? Если он, как бы, ищет себе пропитание хищничеством, как его сотворил Творец. Это с нашей точки зрения плохо. Хорошо, но я хочу сказать, что переход от одного Йетцера к двум Йетцерам непонятен. В чем здесь важность этого перехода? От того, что у животных один Йетцер, а у человека два Йетцера. То есть, мы очень хорошо объяснили, что у человека Йетцер – это внутренняя его часть, и он не должен этого стыдиться, и это все нормально, окей. Но если бы был один Йетцер в человеке, то тоже можно было бы считать, что человек проявляется и хорошо, и плохо. Один Йетцер. В чем важность Йетцера именно два? Может быть, в том, что есть выбор? Окей, да. То есть, мне кажется, что это здесь как бы пропущено. То есть, есть один аспект, совершенно один. Это разница между иудаизмом и христианством во взгляде на отрицательные наклонности человека. А другое, совершенно важное, согласие между иудаизмом и христианством, что у животного один Йетцер, а у человека два. Потому что только когда есть два, то есть выбор между ними. А если один, то выбора нет, тогда это просто он сам как бы естественным образом себя ведет, а не делает акт выбора. Если есть акт выбора, то есть человек, его личность отдельно, а еще и два Йетцера. То есть, Йетцеры, есть их двое, это не часть такого внутреннего личности человека. Это как бы внутри него как системы, но не он сам, как бы может задействовать и то, и другое. И тогда как раз и появляется выбор, и анализ, и рефлексия, и тогда развивается там основа морали. И вообще вот эта возможность взглянуть со стороны на себя, она именно тем обуславливается, что Йетцера два. Именно поэтому есть выбор и, соответственно, тогда взгляд со стороны. Вот здесь, мне кажется, иудаизм и христианство в этом совершенно одинаковы. Мне кажется странно, что Раф Шеркин, может быть, не укладываясь в какую-то схему, как бы, не знаю, сразу приходит на голову ассоциация. Это фраза, то, что говорит Всевышний, сразу после Мабуля. Это имеет прямое отношение к нашему обсуждению. Значит, как бы, некоторая странная вещь. То есть, в качестве аргумента, для обоснования того, что больше не будет такого потока уничтожения капитального всего человечества, такая странная фраза. Йетцер лефа адам, рамен и урав. А именно, Йетцер лефа адам. Интересно, в данном случае говорится, вообще, с одним, все, нам нет никаких двух юдов. И это говорится про один юд. Окей? Есть некоторую общую платформу вообще. То есть, как бы, такая схема. Есть внутренняя заложенность. Вот это некоторое. Бойс над человеком, борьбой, туда-сюда. А что с этой фразой делать? Йетцер лефа адам, рамен и урав. Когда вообще по простому сказано, вот тебе, пожалуйста, что говорит про христианство. А именно, как бы, Йетцер лефа адам. То есть, настроение, стремление человека, у человека изначально самое главное, самое главное, вложенное в него направление стремления, это зло. Вратно написано Минураф. Минураф, не очень понятно, что это такое. Когда он рождается, когда он пробуждается, а потом он с этим как-то совладает. Но странно, что Раф шепки не приводит. То есть, может быть, он не ложит свою схему. И более того, странно, что это приводится как аргумент, для чего? Для того, чтобы он более-больше не будет. Если сходять из того, что он изначально плохой. Ну, так и не надо вообще, чтобы он жил, потому что он изначально плохой. Но это я, так сказать, в скобках говорю, это, видимо, не ложится в эту схему. Это усложняет схему, наверное. У меня тоже был вопрос, но, наверное, на них нет ответа. Вот то, что два ЕЦР, человек же создан из праха земного. А Земля в это время уже согрешила. Может быть, один ЕЦР оттуда перешел? Такое предположение. А еще такой вопрос, когда человека распилили на два. Вот интересно, вот этот ЕЦР, он как? Перешел в хаву? Плохой? Или как? Они парно перешли? Четыре их стало, а два осталось водами, два осталось в хаве? Или как вот эта вся схема сработала? Нет, все плохое только в мужчине, сто процентов. Нет, ну как-то очевидно. Давайте пойдем по этому пути. И то, и другое, и у мужчины и женщины. Это вообще, мне кажется, очевидным, да? То есть на тот момент, когда вот были два юда, там был единый человек, мужчина и женщина. Вообще, про Землю это хорошо. Почему? Потому что вот есть комментарий, опять я возвращаюсь чуток к тому, что я сказал. Это ЕЦР, Фаадам, Рамина Урал. Что там как раз один из комментариев именно из-за того, что здесь все переключается теперь на человека. Потому что раньше действительно, почему это с Землей было и все, потому что Земля была проплята. Потому что действительно это какая-то была часть, какое-то активное действие Земли. А теперь после Мабуля это все исключительно заключено в человеке. То есть ему даны все карты для того, чтобы как бы с этим бороться. Это то, что говорила Ира, я думаю. Да, я правильно, по-моему, говорю, потому что написано Ирина, Ирина. Да, я говорю, Ира. И о том, что, по-видимому, сейчас речь идет о том, что как бы Земля исключена из этого вообще как бы природная. А человек остается на один на один с тем, что у него есть внутри, и с тем, что он должен как бы совладать с тобой. Окей. Ну, про грех Земли мы несколько, подробнейшим образом, несколько уроков обсуждали эту тему на курсе «Помонету». Окей. А если взять желание получать, желание отдавать, здесь, по-моему, все на место становится. Это как раз тема вот дальше. Антон что-то еще поднимал руку, хочет что-то сказать. Ну, на самом деле, уже прокомментировали, коллеги. На самом деле, я по поводу источника зла больше хотел, скорее, наверное, услышать, потому что из классических комментариев источник зла – это удаление влияния Всевышнего. Да, то есть… Я не понял, если можно. Это как раз то, что разбирается дальше. Давайте… Так, все, окей. Следующий, а вот к этому вернемся. Это ровно то, что разбирается в следующий. Да, вот у меня и будет вопрос, источник зла, да, будет разбираться дальше этот вопрос, да? Да, если в первой части мы сейчас обсудили внутри или извне, да, человека находится, зло и начало, то теперь мы обсудим, собственно, источник, да, зло и начало. Зачем оно нужно, какой в нем смысл, почему оно необходимо, почему Всевышний его вложил, и так вторая главка. Секунду. Если можно, я добавлю такую замечательную речь, которую я подумал, когда ты сейчас сказал. Что мы сейчас сказали, очень важно, что источник зла внутри самого человека, а не внешний по отношению к нему. То есть, уберем там Руссо и психологов, и Фрейда. Для нас важно, что в иудаизме в любом случае источник зла – это внутри человека. И здесь важно, что источник мирового зла внутри Бога, а не приходит от дьявола. Вот это, мне кажется, тоже очень сильно гармонирует с этим. Потому что идея дуализма, что Бог – это источник там любви и добра, а все зло от дьявола, она даже в христианстве довольно сильна, а уж тем более в дуалистических религиях. И вот эта идея, что источником зла, того, что мы называем в мире, является Всевышний, это фундаментальная совершенно вещь в иудаизме, она, мне кажется, как раз коррелирует источник зла на локальном уровне внутри человека. Если человек – это образ Бога на земле, то эта вещь должна обязательно коррелировать. Ну да, как и у пророка написано, что от Творца исходит и доброе, и злое, точно так же и человек, как его образ и подобие – это то, что мы читали два иуда, и соответственно, и добро, и зло внутри человека. Окей, здесь даже не зависит от двух югов, в любом случае, что это добро и зло внутри человека, вот это, мне кажется, совершенно фундаментально. Ну, это как раз ответ на мой вопрос, да. Окей, хорошо. Но вот именно то, что это параллель к вопросу Бога и дьявола, мне кажется, это очень, как раз, интересно. Окей, спасибо, извини, Падеда, пошли дальше, да? Так, идем дальше, следующая часть – любовь к этому миру. Если мы проанализируем вот эту тягу ко злу, к разным видам зла, да, то обнаружим, что большинство из вот этих побуждений нехороших, у них есть общая основа. Попробуем представить себе человека, лишенного этих негативных, как бы, побуждений. Человека без желания есть, человека без желания разбогатеть, человека без зависти, без гнева. Такой человек не будет нормально питаться, не будет нормально зарабатывать на жизни, не будет стремиться продвигаться в обществе, не будет проявлять свою индивидуальность, самореализовываться. И, конечно, его жизненные силы будут слабеет. И отсюда следует, что корень большинства негативных наклонностей, он на самом деле позитивный. И это любовь к этому миру, да, такое определение здесь дает Рафширке. И вот эта любовь к этому миру является важным фактором человеческой идентичности, человеческой личности. Через любовь к этому миру человек пускает корни в реальности, не убегает от нее. В человеке есть и тяга к духовному, которая может его привести к пренебрежению мирскими делами, даже отвращению к ним. И любовь к этому миру служит противовесом вот этой тяги к духовному. И этот противовес притягивает человека к земле, к реальности и дает ему мотивацию заниматься мирскими делами. Так комментировали мудрецы строчку из Куэллет, которую мы недавно читали. И также мир, да, олам, имеется в виду не шалом, а мир, олам, Всевышний поместил в их сердца, да, и мудрецы это комментируют, что он вложил в их сердца любовь к этому миру, да. Как противовес получается, как какое-то притяжение к земле, потому что противоположное начало тянет человека к своему источнику, да, чтобы раствориться в нем. И также в других многих местах мудрецы подчеркивают важность злого начала в этом смысле, да, в смысле любви к этому миру, как противовеса. Например, Медраж Берешит Раба, да, комментирует первую главу Берешит, да, где Бог творит разные творения, да, и каждый раз увидел Бог, что это хорошо, да, и в какой-то момент он говорит, и вот очень хорошо. И мудрецы в Медраше комментируют, что очень хорошо это злое начало. И как такое может быть, что злое начало очень хорошо? И они отвечают, да, что если бы не злое начало, человек не построил бы дом, не женился, не рожал бы детей и не занимался бы торговлей. То есть человек... Объясни, а вот это понятно, просто мы сейчас на одном дыхании читаем. Объясни мне по-простому. Почему рождение детей связано с ЕСРРА? То есть как будто это принимается христианская позиция. Нет, нет. Вообще говоря, секс – это плохо. Но если это приводит к рождению детей, ну хорошо. Причем тут ЕСРРА и рождение детей? Просто слово «мы рождение детей» мудрецы называют сексуальное устремление больше ничего. Хорошо. Почему для сексуального устремления это ЕСРРА? Ну, вот это вот вопрос. Что здесь речь идет под словом «мы рождение детей» понимается просто именно сексуальное устремление. Я понял, почему сексуальная наклонность к человеку, а именно любовь к женщине, не платоническая. Это ЕСРРА. Ну, мы видим разврат. Это чистое христианство. Ну, подожди, но это получается чистое христианство? Нет, ну, просто под словом ЕСРРА они понимают то, что сексуальные склонности приводят и к разврату, и они же приводят к рождению детей. А, ну хорошо. Ну, это ты правильно. Здесь так не сказано. Здесь сказано, что если бы не ЕСРРА, он бы не делал такие вещи. Ну, это просто форма выражения, не более того. Но имеется в виду именно это. Ну, тут об этом и речь, да, что есть в человеке некие качества, да, которые, когда они выкручены сверх какой-то границы, тогда мы их называем плохими качествами, называем ЕСРРА, да. Но тут говорится о том, что мы возьмем их, выкрутим просто на минимум. И тогда это вот будет такой, как бы, загибающийся человек, которому ничего не надо, и он ничего не хочет. То есть то, что мы, ну, как бы, тут крайности берутся, да, если то, что мы называем злым началом, мы уберем вообще, то получится, что человек не строит дом, не женится, не рожает детей, да. Мы только идем постепенно к тому, что должен быть баланс. И сказать, что это просто инструмент, которым человек пользуется, либо в хорошую сторону, либо в плохую. Вот, по-моему, как-то в том-то и дело, я извиняюсь, в том-то и дело, что это не инструмент. Если бы это был инструмент, то, поверьте, если бы мы как бы останавливаемся на этой точке, люди бы занимались, как бы, деторождением, каким-то другим процессом, что-то понятным. Там, не знаю, забирали бы вместе цветы, складывали, делали бы венок, а из него бы рождался ребенок. Они занимались каким-то странным, как бы, процессом, который его обратная сторона, что это темные силы. Поэтому, вот, мне кажется, что это именно не инструментарий, а здесь какая-то гораздо более сложная замес. В том, что в этом инструменте он получает удовольствие, как в одном случае, так и в другом случае. Если бы он не получал удовольствие, ничего бы этого не было бы. А, ну тогда-да-да, просто по-простому, если человек бы не получал удовольствие, то он бы говорил, нафига этим заниматься, лучше пойду телевизор посмотрю. Ну да, тогда-да. А можно вопрос? Да. Почему не написано, что доброе начало приводит к рождению детей? Да, вот это хороший вопрос. Ну как, потому что если берем то свойство, которое приводит к рождению детей, да, и не будем его никак ограничивать, то оно приведет ко всяким нехорошим вещам. Ну, Пинкас трактовал это, я думаю, что Пинкас отбивал так, что то, что мы в русском переводе читаем, вот где написано «брешит раба» и так дальше, это на самом деле как бы дословный перевод, а не дословный такой, что дело не в том, что из-за Ецарара рождаются дети. А дело в том, что Ецарара, у него есть обратная темная сторона, но она необходима для того, чтобы с другой стороны рождались дети, а не так, как это написано. Потому что иначе вопрос, вопрос совершенно правильный. Почему не Ецартов приводит к рождению детей, я не знаю, по строению дома? Это смотря, как ты определяешь, что такое Ецарара, я слышал, что такое определение Ецарара – это все, что связано с жизненностью этого мира. Да-да, об этом и здесь не идет речь. Поэтому все, что связано с жизненностью этого мира, там еда, рождение детей, работа, построение дома, оно все подпадает под категорию Ецарара. Ничего плохого самого по себе там нет. То есть главная динамика этого мира – это не Ецаратов, а Ецарара? Это определение Ецарара. Окей. То Ецарара – это делик, это октан 95, то, что мы заливаем в машину. Без Ецарара машина не будет двигаться. Такая идея? Нет, идея, что есть две тенденции. Тенденция снизу вверх, то есть вернуться обратно к Творцу. Ну или там душа, да. Вот есть в человеке душа, который стремится к своему источнику. Если ее не заземлить, если не дать ей противовес, то все творение вернется обратно к Творцу, растворится в нем и исчезнет. И поэтому есть некая другая тенденция движения сверху вниз. И это как раз воля Творца, потому что он-то в конечном итоге хотел сотворить мир, хотел сотворить человека. И корнем вот этого творения, которое он сотворил, является, как это здесь названо, любовь к этому миру, которая в каких-то формах проявляется как Ецарара. Ну или желание получать еще можно сказать по-другому. Андрей Мурн. Каких-то во всех формах. Любовь к этому миру – это есть Ецарара. Вот и все. Жестко. Это странно. Да, Максим, мы слушаем. Получается, что безудержное стремление Ецаратов является злом, потому что зачем его тогда ограничивать? Нахман вообще сказал, что любовь к этому миру – это Ецарара. Любовь к этому миру – это любовь к Всевышнему? Значит, любовь к Всевышнему подогревается Ецарара? Нет, любовь к этому миру называется здесь, в данном контексте, добро. Но оно против воли Всевышнего, потому что он хочет, чтобы мир существовал. Что-то ты совсем запутал. Да, в нас запутали, ребята. А можно добавить? Добрый вечер. Да, конечно. Знаете, что давайте сделаем так, чтобы у всех была возможность, мне кажется, правильно поднимать руки. И тогда по очереди все по поднятым рукам будут получать слово, потому что иначе… Да, ну вот у меня поднята рука, как раз. Да, пожалуйста. Ира, вы тоже, если вы хотите сказать, правильно поднимать руку, тогда мы не будем как бы друг друга перебивать. Мне кажется, я предлагаю. Окей? Спасибо. Вот хотел бы обратить внимание на третий пункт в слайде. Перешит раба и вот очень хорошо. То есть очень хорошо, это же касается дней творения. То есть получается материальный мир, который был создан, сопровождался этой фразой. И вот очень хорошо. Получается, то, что дальше идет через дефис, это злое начало. Это уже трактовка автора. Поэтому вот очень хорошо, это как раз и есть, то материальное, то, что любовь к этому миру называется. А вот это злое начало, это уже какая-то трактовка. Поэтому я бы творение природы не назвал бы злым началом. Нет, очень хорошо. Это как комментарий Всевышнего к шестому дню творения. А очень хорошо это злое начало, это комментарий мудрецов Талмуда. Тут написано Рабин Ахман, да? Рабин Ахман Баршмоль, да, правильно. Окей. Ну хорошо, про что ты говорила. Да. Ирина? Я хотела, мне понравился вопрос про ЕС РТОВ. Хотела его усилить, а как же тогда быть с тем, что мудрецы говорят, у ребенка вообще нет доброго начала, только в 13 лет к нему приходит доброе начало и, соответственно, Нешама. То есть, получается, что именно рождение детей способствует доброе начало, когда у мальчика появляется ЕС РТОВ в 13 лет. Да. Это другая концепция, я не хотел бы ее здесь касаться, иначе мы совсем запутаемся. Не знаю, мне по-простому кажется, но если сказать, что по-простому, мне кажется, что если сделать какой-то резюме, как я вижу, он включается в том, что человек, как любое настоящее творение, оно не может быть черно-белое. Для того, чтобы оно работало, оно должно быть реально многообразное, оно должно быть перемешанное, и все с этим связано. Любая вещь в этом мире, она не черно-белая. Черно-белая – это искусственная вещь. Белый лист бумаги, либо, не знаю, черный подарок Малевича. Все, что находится в этом мире, есть некоторый общий замес. И только тогда это имеет потенциал для выживания. Со всем с этим связано. Выживание, борьба, награда, продвижение вперед и так дальше. Ну, я так это понимаю. Вот Игорь поднял руку. Да, Игорь, мы слушаем. Что черно-белые – это крайние точки. Чуть-чуть погромче, если можно, я, например, не слышу. Я говорю, черно-белые – это, скорее всего, крайние точки. Ну, они, наверное, реально в природе не существуют, как бы, как черный квадрат Малевич. В каком-то смысле он тоже дошел до некоторой точки, и вот эта вот точка была черный квадрат. Ну, здесь черный квадрат, если рассматривать, это, наверное, потенциал больше, черный квадрат, который поглощает все. Мне кажется, с этой точки, наверное, на квадрат Малевич лучше смотреть. Черный квадрат – это вот филин, я так понимаю, да? Это кэтер, желание, из которого как раз вся вот эта реальность и разворачивается. Да, 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 это скрытие. Ну, хорошо, вот у тебя написано итог. Но вот итог – сами по себе силы положительные, а плохой поступок – это плохо. А что такое плохой поступок по отношению к силам? То есть есть плюс, есть минус, а плохой поступок – это человек идет в сторону минуса, правильно? Плохой поступок – это поступок против заповедей, которые определяют границы, в которых я могу использовать вот это ЕЦРРА или любовь к этому миру. Я так понял. Но когда говорить про заповеди, понимаешь, кроме как бы однозначных вещей, в общем, есть очень многие вещи, которые человек все равно, даже несмотря на то, что он соблюдает заповеди, он должен выбирать. Потому что иначе он робот, правильно? Человеком он искусственный интеллект сделает, и тебе будет 613 заповедей делать в 100%. Ну и все. Ну и что? Ну он же как бы искусственный интеллект. Притом, что человек соблюдая заповеди, у него, тем не менее, все время есть, можно привести как бы миллион примеров, правильно, в отношении к этому миру. И никто не дает ответа, человек должен сам выбирать. Либо идти по какому-либо, либо идти по какому-то мнению. Но реально-реально это не расписано 100%. Есть мисс Герретт, но человек все время должен выбирать. Плохой поступок... Извиняюсь, руку не поднял. Нет, 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 да-да. Плохой поступок и заповеди не надо идентифицировать. Плохой поступок – это поступок, который находится в конфликте с желанием Всевышнего. Заповеди не всегда находятся, не всегда являются представлением желания Всевышнего. Есть ситуации, когда нарушение заповедей, оно является как бы выражением этого желания. Это совершенно не автоматический поступок. Есть как бы много конфликтов, когда исполнение заповедей, оно именно нарушение желания, нарушение заповедей. В общем, бывают такие ситуации. Поэтому заповеди – это некая общая стезя, как бы это самое. В среднем, статистически, они коррелируют. Но бывают исключения. Поэтому заповедь – это некое общее такое направление желательное. Но не знаю, что не бывает, так сказать, ситуаций, когда их приходится нарушать ради исполнения желания Всевышнего. Да, но это уже как бы курс высшей математики. Сначала мы пытаемся найти баланс, где вот эта грань, за которой у нас приемлемые рамки любви к этому миру становятся плохим поступком. И для этого нужны какие-то заповеди. ЕЦРРА, опять же, это не надо идентифицировать ЕЦРРА с плохими поступками. В том плане, как я определил ЕЦРРА, если определить, что ЕЦРРА – это желание жизни в этом мире, то это желание может коррелировать, а может иногда вызывать нарушение желания Всевышнего. В зависимости от этого и будет рассматриваться, поступок плохой или нет. Ну, конечно, у нас есть поднятые руки. А может быть, плохой поступок – это то, что делает другому плохо? Ну, так вот, самое общее выражение. Плохой поступок – это то, что делает другому плохо. Не другому плохо, а Всевышнему. Предлагаю единственный критерий, то есть, сказать, абсолютный, так сказать, по отношению ко Всевышнему. Но там иногда Всевышний может считать, что другому нужно сделать плохо. Тогда это будет хороший поступок. Но иногда… Тогда мы не можем для себя определить создание государства Израиля, понимаешь? Это хорошо или плохо? Мы не можем, потому что это некий абсолют. Естественно, что мы не можем знать абсолютную истину. Хорошо, но убивать человека – это хорошо? Обычно нет, но иногда бывает хорошо. Ну, хорошо, но обычно нет. То есть, если это не самооборона, на чем-то согласимся. Убивать человека, если это не самооборона, это плохо. Или суд, если это человек… Обычно плохо, скажем, нужно было убить Олега. Это было, видимо, хорошо. Но это каждый конкретный случай рассматривается индивидуально. Нет такого общего правила. Окей, у нас есть поднятые руки. Антон… Да, ну, действительно, по-моему, сами по себе желания – это еще не нарушение заповеди. Правильно? Нарушение заповеди – это поступки. А когда у нас возникают те или иные желания, и мы не идем их на поводу, то это уже само по себе улучшение. То есть, наверное, в этом можно увидеть позитив. Можно искать выход реализации возникающих желаний, не нарушая заповеди. Тут позитив и в этом. То есть, в этом, наверное, первая часть итога, что сами по себе эти силы являются позитивом. То есть, пока еще они не являются нарушением заповедей. Ну, а если уж привели туда, это однозначно как-то… Да, это Раф Шеркин нам и хочет сказать, да, что вот есть плохие стремления в человеке, и это нормально. Всевышний желал, чтобы они были. Всевышний вложил их в человека, и Всевышний любит и принимает человека. Ну да, и в этом пока нет никакой катастрофы, до тех пор, пока это не привело к поступкам. Да. Окей. Ну, хорошо. Да, была еще одна рука, по-моему, мы ее опустили случайно. Вадим, нет? Или я ошибаюсь? Ну, да, ну… Ну, я, наверное, ее забыл опустить. А, Игорь, да, 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 да. Попнята была. Но я еще хотел сказать, это приблизительно получается, что лучше, утонуть или засохнуть. Ну, типа, да. Но у нас, как известно, и по пустыне водили, и по морям тоже. И это для чего-то, мне кажется. Я не очень понял, как это связано с поступками, но бы себе. Окей. Я предлагаю, чтобы продвинуться хорошо, но как бы идея такая, что я думаю, что… Опять, я все время повторяю эту фразу, потому что она неправильная. Мне кажется, наша идея, самая главная, это понять, что хочет скатер-авширки, и чтобы пообщаться на эту тему. Потому что, как бы, сто процентов прийти к какой-то формировке 2х24, все равно, по-видимому, как бы не удастся. Правильно? Окей. Продвинемся чуть-чуть подальше. Да. Ну, насколько я понимаю, источником злого начала Раф Ширки здесь называет любовь к этому миру. Любовь к этому миру как то, что привязывает человека, собственно, к этому миру, потому что таково желание Всевышнего. И, собственно, который потом на следующих уровнях, да, воплощается в различных страстях то, что мы называем злым началом уже потом, да. Но, собственно, с этим человек рождается, растет с любовью к этому миру, да. Но вопрос в том, что он не должен позволять ей руководить своей жизнью, да, вот такой интересный посыл. Если он позволит любви к этому миру руководить своей жизнью, то в итоге он выйдет из равновесия, равновесия, опять же, да, вспоминаем, между добрым началом и злым началом, между стремлением души вернуться к Творцу и вот этой тягой к заземлению, да. Тогда он будет совершать плохие поступки, да, если он выйдет из баланса вот этого. И, да, собственно, поэтому важно различать силы, да, в том числе те силы, которые мы называем злыми, да, и поступки, да, которые, когда человек следует им. И следующий момент, опять же, да, сравнение христианства и еврейских мудрецов. Первые христиане и в этом отклонились от пути еврейских мудрецов. Они видели в том, что у человека есть вот эти желания, да, там, продолжать ирод, да, например, влечение к женщине. Они видели в этом просто трагедию, да, просто катастрофу. Они считали вот это привязанность к этому миру, да, как раз неким бесом, который живет в человеке. Это жало в плоть, да, как пишет апостол Павел. И поэтому, да, раз он в такой тяжелой ситуации находится, в трагичной, поэтому человек не может избавиться от этого своими силами и должен ждать, пока чудесное вмешательство божественное избавит его, да. Но Раф Шерке говорит, что такое мировоззрение, оно в основе своей пессимистично. И в конечном итоге порождает ненависть к этому миру, да, что мы и видим в некоторых проявлениях христианства, да. И что, получается, идет против воли Творца, потому что Всевышний мало того, что сотворил мир, значит, было его желание, поместил в него человека, но он еще поместил в человека вот этот самый противовес, который привязывает его к этому миру, да. А в отличие от этого, еврейские мудрецы считают, что человек должен заключить брит, да, буквально, союз, договор между вот этими двумя началами, между стремлением к добру и стремлением к злу. Брит, да, чтобы они уравновешивали друг друга. И вот этот стих, который мы читаем в Шма, да, в Второзаконии 6.5, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Вот это «всем сердцем твоим» они понимали как двумя склонностями сердца, да, добрым началом и злым началом. То есть человек должен служить Всевышнему, используя оба начала. А если он будет служить ему одним из них, то потеряет равновесие. Окей. Да, вот я читаю то, что вот ты, видимо, перевел, да, тут вот «Еждваримши энлаем эрахмитса тацмам». Вот это близко к тому, что мы говорили. А ну существуют такие как бы субстанции, не знаю, такие, ну вот такие составляющие, у которых нету собственного значения. Он пишет, что вот «Еждваримши эрахмитса» у него как бы собственной ценности нету. А его ценность заключается в том, чтобы он был некоторым как бы мотором, двигающим человеком на этой земле. Почему? По-моему, это близко к заправке машины бензина. В бензине нету как бы собственной ценности, правильно? Что-то должен быть мотор и там пятое-десятое. Но без бензина человек не может ехать. Вот, наверное, ЕЦР это вот такой бензин для того, чтобы мотор работал. Вадим, слушаем. Да, спасибо. Вы знаете, в процессе прочтения этих текстов меня посетила мысль о том, что если заменить понятие «доброе и злое начало» на эгоизм и альтруизм, это становится более понятно. Ведь как бы есть понятие здорового эгоизма, да? Это то, что необходимо для нормального существования своего места в этом мире, под солнцем. Вот. И крайности как в одну сторону эгоизма, так и в другую сторону альтруизма, они приводят, ни к чему хорошему как бы не приводят. Поэтому, если… Мне просто непонятно с прошлого слайда было, почему же построить дом – это злое начало. Но ведь это на самом деле как бы удовлетворение своих первичных потребностей, как бы в жилье, в еде, в том числе в продолжении рода. То есть ничего злого здесь нет, но как бы это подтверждает мое право быть человеком и иметь место в этом мире. Поэтому, наверное… Я думаю, что все-таки, Вадим, мне кажется, что все-таки… Я согласен с Пинхасом, что то, что цитата была «Избережь и трава», мы говорили, это не по простому смыслу. Но это по смыслу все-таки, что это не просто заводить детей, это не просто строить дом. А это, как мне кажется, идея такая же. Например, любая рафинированная идея, например, давайте сделаем колхоз. То есть убьем злое начало, а именно бизнес. Вот мы жили в стране, в которой бизнес был преступлением, спекулянство называлось. И тогда люди-люди, у них отобрали инициативу. И колхозы развалились. Почему? Потому что у человека отобрали ЕСРР. Потому что когда человек занимается бизнесом и продвигает, и что-то такое, то это замешано, замешано по большому счету, в том, что он хочет заработать деньги, он хочет построить дом, он хочет, чтобы у него было так, так, так и все. Если ты у него это отбираешь, то мир не будет продвигаться, так человек устроится, невозможно ничего сделать. Мы видим реальные исторические примеры. Это просто не работает. Вы видите, в этом примере, который вы привели, можно другую крайность привести. Это желание человека приобретать все больше и больше, захватывать ту же самую территорию и обращать других людей в рабов. Окей. Тогда есть регуляция, пожалуйста. Человек для бизнеса, есть регуляция для этого и сообщества. Есть некоторые регуляторы, правильно? Есть некоторые рамки, ограничения, как можно заниматься бизнесом. Но, в принципе, есть идея такая, что человек отнимается, и говорится, все, ты должен быть святым, ты должен быть работой, ты работай как святой, а мы тебе будем давать на проживание. Вот все, вот идеальная ситуация для человека. И мы видели, что в мире это не работает. Вот и все. Да, поэтому пример, который вы привели, мы все поняли, Советским Союзом, это как бы пример такого некого альтруизма, коллективизма, растворения себя в обществе. А пример, другая крайность, это рабовладельческий строй, это тоже другая крайность. Поэтому вот примирение, о котором здесь идет речь, где это? Наверное, да. Наверное, да. Это как раз и есть вот эта серединка между эгоизмом, моим я, которое все больше, больше, больше хочет, и отдаление от альтруизма, как нахождение себя частью, одновременно и частью, одновременно и индивидуумом. Окей. Идем дальше. Да, очень хороший пример про коммунизм и капитализм, потому что действительно, да, в капитализме, что движет прогрессом? Как раз конкуренция, зависть, да, я хочу сделать лучше, заработать больше, чем конкурент. Да, и поэтому мы видим, что как бы техника там, все, вся торговля, все, все товары развивались намного лучше в альтруизме, в смысле в капитализме, чем там, где вот удаляли вот это стремление там завидовать и так далее. Ну да, и главное, что это как бы не чистые примеры были, потому что на вершине пирамиды сидит кто-то, кто прекрасно понимает, что это работать не будет, и он, у него, у него суперзлое начало. То есть он берет и сгребает себя под себя. Изначально в это никто не верил. Все. Кто это делал? Кто это делал? Но я бы даже хотел сказать, что у меня есть всегда, я для себя, говоришь, еще один замечательный пример, кроме капитализма и не знаю, то, что было в Советском Союзе, социализм и что-то типа этого. Смотрите, на иврите потрясающе. Слово творчество, да, то, что на языках народов мира по-русски творчество, да, творить там, по-английски креативити, такие слова высокие, не очень понятно. Иврите очень просто. Это яцера. Яцера от слова яцер. Если у человека нет яцера, он не может быть яцераном. Он не может сделать яцеру. Он не может вообще уподобляться Богу в том смысле, что он не может творить. Если у него не будет яцера, самая простая вещь. У человека нет яцера, он превращается в робота. Все. Может быть, мы закончим на этом? Мне кажется, мы как раз дошли до такой точки, где нужно остановиться и, может быть, я не знаю. Как народ скажет? Мне кажется, достаточно на сегодня. Ну, хорошо. Дирижер говорит, хватит. Значит, хватит. Вот пришел яцер Атов, он нас разгоняет. У нас есть яцер продвигаться, и мы хотим все дальше, больше, и все. Вот пришел, пришел яцер Атов, всех разогнал. Ну, хорошо. Заканчиваем на этом? Окей. Хорошо. Какое пожелание для нашего батальона, что нам делать яцер Атов, яцера, Сукот, Ушанараба. Я предлагаю как раз отложить до следующего урока. А сделать еще объявление, что в Ушанараба, то есть в ночь с четверга на пятницу, ближайшая, это 5 октября, начиная с 18.30, будет марафон такой дискуссии дискуссии и комментарии в Таре, и на моем Фейсбуке есть ссылка, присоединяйтесь. Окей. Ну, хорошо. Вот у нас тоже промоушен есть. Понятно, что он идет от яцер Арат, что Финха хочет себя рекламировать, все прочее. Он задействует свой яцер Атов. Спасибо. Замечательный пример. Ну, хорошо. Мы на этом заканчиваем? Да. Спасибо. Можно сказать? Как Самаях это чистый яцер Атов, правильно? Владимир Сибха и Хадим Узманим Лососом. Окей. Ура. Спасибо. Спасибо, ребята. Очень интересно. Замечательно. Замечательно. Окей. Ну, хорошо. Все, пока. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Ты начальник, выключай.